Продолжение следует... КамАЦУ PC-8000 Высокопроизводительный экскаватор PC-8000 разработан и изготовлен японской компанией КамАЦУ для использования в горнодобывающей промышленности, а также в металлургии. Эта специализированная модель дает возможность выполнять разработку и отгрузку больших объемов полезных ископаемых. Ширина базовой модели составляет без малого 10 метров, высота 9 метров 65 сантиметров, высота гусениц почти 3 метра, длина гусеничной базы почти 11 или если быть точнее 10685 миллиметров. Масса этого гиганта составляет 771 тонну для комплектации с дизельным двигателем. Для сравнения, боевая масса танка Т-80У 46 тонн и 752 тонны для варианта с использованием электропривода. Объем ковша 42 метра кубических. Эскаватор оснащен 4-х тактным турбированным дизельным двигателем с водяным охлаждением и прямым впрыском топлива. Всего таких двигателей два и каждый развивает по 1500 киловатт или 2040 лошадиных сил мощность при 1800 оборотах минуты. В сумме это почти 3 мегаватта или 4080 лошадиных сил. Максимальная скорость при этом составляет 2,4 километра в час. Существует также комплектация с двумя асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором, каждый мощностью по 1450 киловатт. Питаются такие установки напряжением от 6 до 7200 вольт и токами порядка 155 ампер. Топливный бак этого монстра составляет 13 925 литров. Объем гидравлической системы 11 500 литров. Объем масла в каждом двигателе по 290 литров. Охлаждающей жидкости по 430 литров. Липхер R9800 Созданный швейцарской компанией гусеничный эскаватор R9800 обладает высокой мощностью и предназначен специально для крупномасштабных добычных работ. Только представьте, длина гусеничной базы составляет 10 метров 85 сантиметров. Высота 3 метра 26 сантиметров. От земли до кабины высота этого здоровяка составляет 10 метров 34 сантиметра. Объем ковша 42 метра кубических. Рабочий вес составляет 810 тонн. Эскаватор оснащен двумя дизельными двигателями с суммарной мощностью 2984 киловатта или 4000 лошадиных сил. Рабочий объем двигателя около 60 литров. Объем топливного бака составляет колоссальные 19 960 литров, что позволяет данной модели из эскаватора работать без дозаправки почти трое суток. Также существует версия с электротягой, суммарной мощностью 3400 киловатт или 4560 лошадиных сил. Питается это чудо переменным током напряжением 6600 вольт. Скорость передвижения может достигать до 2,6 километров в час. Большое внимание производитель подобной техники уделяет безопасности и комфорту оператора. Несмотря на огромные размеры техники, шумность и грубость работы, уровень комфорта оператора не ниже, чем в гражданских автомобилях. Кабина оснащена бронированными стеклами, звукоизоляцией, климат-контролем. Все условия для комфортной и продуктивной работы. Hitachi AX8000 В производстве своего современного высокотехнологичного горного экскаватора на гусеничном ходу, Hitachi делает акцент на надежности работы, что особенно важно во время горных разработок в круглосуточном режиме. Движет этим японским гигантом два 16-цилиндровых турбированных дизельных двигателя с суммарным рабочим объемом в 120 литров. Каждый двигатель обладает мощностью в 1940 лошадиных сил и способен развивать просто чудовищный крутящий момент в 8364 ньютонометра, и это при 1500 оборотах в минуту. Высота до верха кабины составляет без малого почти 10 метров. Габаритная ширина поворотной платформы 10670 миллиметров. Только представьте себе, ширина башмака гусеницы составляет 1 метр 85 сантиметров, а это примерно средний рост взрослого человека. Но это и не странно, так как масса экскаватора просто гигантская и составляет 820 тысяч килограмм. И это второй в мире по размерам экскаватор такого класса. Объем одной загрузки породы в ковш может достигать 43 метров кубически. Созданный американской компанией еще в 1997 году этот гигант и поныне является одним из самых тяжелых гусеничных экскаваторов с гидравлическим управлением. Вес этого монстра составляет колоссальные 980 тонн. Высота до крыши кабины почти 10 метров. Длина примерно 13,5 метров. Ширина 9 метров. Ширина траков по 2 метра. Объем топливного бака около 16 тысяч литров. Всю эту махину приводит в движение два 16-цилиндровых дизельных турбодвигателя общей мощностью 4500 лошадиных сил. Рабочий объем двигателя составляет 69 литров. Существует также версия на электрическом привыке. Максимальная скорость, которую может развить аппарат, составляет всего 2,2 километра в час. Возникает вопрос, как подобная техника добирается до места работы? Ведь это может занять целую вечность. На самом деле, таких гигантов собирают непосредственно на строительной площадке. Процесс постройки такого экскаватора занимает примерно 6 месяцев. Компоновка начинается со сборки его отдельных модулей, например, ходовой части, верхней части каркаса, а также модульного блока двигателя, радиатора и, конечно же, крана и ковша. Поэтому весь процесс сборки происходит одновременно в разных местах, в разных цехах и даже на разных предприятиях. Затем все модули машины привозятся на стройплощадки, где их происходит и ее полный монтаж, который может занять около 4-х людей. Объем ковша составляет примерно 50 метров кубически. Обычно рядом с таким экскаватором ставится сразу два огромных самосвала, и этот мастодонт способен их полностью заполнить всего лишь за 8 заходов. Среднее время каждого захода составляет примерно 30 секунд, то есть за один час этот экскаватор перегружает количество породы, превышающая в 11 раз свой собственный вес. Спасибо, что досмотрели. Пишите свои комментарии по поводу того, какие бы видео хотели бы видеть в будущем. Субтитры подогнал «Симон»!